Мир всем! Мир всем! Мир всем! Мир всем! Мир всем! Мир всем! Христос посреди нас! Есть и будет! Мир всем! Мир всем! Мир всем! Валерий Курас Валерий Курас От истинного понимания смысла Сохрани нас в любви, согласии единомыслия по слову Твоему Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Откровений, Иоанна Богослова, 21 глава, 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу сочей их и смерти, не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Продолжение оттолкования. Тогда люди будут его народом, ибо не будет уже иного царя, и он будет богом их, и не будет богов иных. «Но это должно предваряться уже сейчас. Мы все принадлежим к какому-нибудь народу, к русскому, английскому, греческому, индийскому, но принадлежим ли мы уже к его народу, к народу святому, людям взятым в удел?» 1 Петра, 2, 9. «Поревнуя о том, душа, иные превозносятся принадлежностью к тому или иному народу. Однако в небесном граде будет проверяться не гражданство государств земных, не нация, «Но чужой ли ты и пришелец, или согражданин, святым и свой Богу?» «Нам свойственно любить...» «Нам свойственно любить...» «Нам свойственно любить...» «Нам свойственно любить свой народ и дорожить им...» «Но свойственно ли нам та божественная любовь, желающая видеть свой народ его народа?» «Потрудились ли мы о том, помолились ли?» «Поревновали ли о братьях своих родных нам по плоти» Римлянам, 9, 3. «Сам Бог будет Богом их...» «Что лучше, дом, одежда, друг или...» «Мой дом, моя одежда, мой друг» «Ясно, что второе...» «Как многие знают Бога...» «Но стал ли Он Богом их...» «Что нам от таких отвлеченных понятий, как дом, одежда, друг, если они не стали нашей?» «Ты знаешь Бога Вселенной, Бога Авраама, Исаака, Иакова...» «Но знаешь ли ты Бога своего?» «Стал ли Бог мира Богом твоим?» «Сказав о чудном единении Бога с людьми в небесном граде...» «Сказав престолов» «Одвещает далее о великом утешении, которого сподобятся святые...» «И отрет Бог всякую слезу от очей их, как Исаия писал...» «И отрет Бог слезы со всех лиц...» «Стая, 25 глава, 8 стих» «Сейчас на земле слезы не иссыхают на лицах людей, ибо...» «Идут они долиною плача...» «Сталом 83-7» «Не случайно вся жизнь сравнивается с прохождением по долине плача...» «Но вот, сошедшие в долину земных скорбей и слез, восходят на гору...» «Блаженство возвещает блаженны плачущие, ибо они утешат...» «Настанет светлый день, когда Бог отрет всякую слезу и иссушит их источник...» «Слезного моря и плача уже нет...» «Слезы покаяния иссушатся прощением...» «Слезы скорбей и радостью...» «На страшном суде восплачут еще раз и праведники, ибо они увидят...» «При грешения своей жизни...» «Каждому со слезами придется отвечать за всю свою жизнь...» «Но вот и эти слезы иссушены...» «Началась вечность в небесной радости...» «Исчезла главная причина слез...» «Смерть...» «И смерти не будет уже...» «Поглощена будет смерть навеки...» «Исторгнута жало смерти...» «Грех...» «И поглощена смерть победою...» «Настало царство вечности...» «Бытия всей твари в Боге...» «Ни плача страждущих...» «Ни мопля униженных и оскорбленных...» «Уже не будет...» «Как Иисайя говорил о Новом Иерусалиме, что...» «Не услышится в нем более голос плача и голос мопля...» «Исайя 65, 19...» «Ни болезни уже не будет...» «Человек и вся природа, освободившись от греха...» «И рабство тлению...» «Римлянам 8, 21...» «Не будут уже знать...» «Болезни этого проклятия прежнего мира...» «Бытие...» «Третья глава...» «16, 19...» «Болезнь...» «Преддверие смерти...» «Но вот закрылись врата смерти...» «И никто уже более не войдет ими...» «Вырван корень смерти и исчезло древо болезни...» «Ибо прежнее прошло...» «Прошли слезы, смерть, плач, вопли и болезни...» «Прошел образ прежнего мира...» «И возвратятся избавленные Господом...» «Придут на Сион с радостным воскресанием...» «И радость вечная будет над головой их...» «Они найдут радость и веселье...» «А печаль и воздыхание удалятся...» «Профессия 35 глава 10 стих...» «Прыгает и тащит за провод...» «Плаки бытие вечности...» «Притворяется уже ныне в церкви...» «Уже ныне в церкви Христовой...» «Утешается плачущий...» «Успокаивается вопиющий...» «Исцеляется болящий...» «Исчезает смерть...» «Проходит образ грешного мира...» «Для этого обильно изливается благодать Божия...» «Душа...» «Прошло ли твое прежнее...» «Исцеляешься ли от болезни греха...» «Перешла ли ты от смерти в жизнь...» «Вопросы?» «Идем дальше...» «Откровение 21 глава...» «Пятый стих...» «И сказал сидящий на престоле...» «Се творю все новое...» «И говорит мне...» «Напиши...» «Ибо слова сии истинны...» «И верны...» «Толкование...» «Исходя из слов стиха 6...» «Ясно, что сидящий на престоле и говорящий...» «Эти слова есть...» «П盛ни…» «... книга...» «Откровëн вудьлуч해� είναι...» «...» «Напиши» Тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. 1 Каинфянам 15.28 Человеческая природа Иисуса Христа стала причастна к божественной славе, и будучи природой второй ипостаси Троицы, причастна к самой Троице. Господь говорил апостолу Филиппу, сидевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Евангелие от Иоанна 14.9 Так и в этом видении Иоанна можно разуметь всю Пресвятую Троицу в ее единении с прославленной человеческой природой. Господь снова возвещает великую истину паки бытия. Все творю все новое. Образ прежнего мира прошел, но стало все новое. Ибо вот Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Пророк Исаия, 65 глава, 17 стих. Паки бытии для обновленного человечества Бог будет ближе, чем был в начале прежнего бытия в раю Ярдама до его бихопадения. Так Бог не только восстановит пачку Харь, но истет ее выше, чем она была до падения. В этом великая победа Божия. Слова сии, это слова Божии, и в 5-й, 8-й, о новом творении, о блаженстве праведников и осуждении честивых. Повеление записать эти слова исходит либо от самого Бога, либо же от посредствующего ангела. 10 глава, 14 стих, 14, 13, 19, глава, 9 стих. Эти слова истинны и верны, ибо они произносятся самой истинной и создаются не через символы, а по самым делам. Андрей Кисавин. Истина, то, что исходит от истины, большой буквы, урангелетана, 14, глава, 6 стих. Поэтому истинным писанием, открывающим истину, являются не книги, написанные от человеческого ума, логических раскручений, опытных наблюдений или чувственных порывов. Все это может быть ошибочным и ложным. Но книга Библия, написанная святыми мужами по повелению Божьему. К чему мне быть скиталицею возле ста товарищей твоих? К книга Песня 1.6 возмущает, взывает ищущая душа к истине, если можно войти в твой чертог. Чертогом истины является Слово Божие, а стада товарищей и шатры их. К книга Песня 1.7. Это произведение всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Второй Тимофею 3.7. Суи мудрых учителей века сего. Не этим товарищам открыта истина, не в их шатрах она обретается. Вопросы? Ну да, как истины истины, конечно. Средоучащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Есть, потому что на профессор работе был. Черт возьмем, ну, не случилось, не случилось. Так, идем дальше. Вокровение 21 глава 6 стих. А если бы не знали? А если бы не знали? И сказал мне, свершилось я ись Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему, дам даром от источника воды живой. Толкование. Несколько раз голос Бога, Творца и Спасителя оглашал Вселенную словом. Свершилось. Этим словом, как печатью, запечатлевались различные стадии творения мира. Хаосу, мраку и беспорядку говорил Бог. Да будет, и откликался древний бытописатель. И стало так. Снига Бытие, 1 глава 30 стих. Совершилось шестидневное создание мира. Крестного древа возглашает божественный страдалец. Совершилось, Евангелие Таана, 19-30. Совершилось искупление. Совершился переход от Ветхого Завета к Новому. Но и в апокалиптическое время переносится этот возглас. Когда была излита седьмая чаша гнева, то голос от Небесного Престола возвестил. Совершилось, 16 глава 17 стих. Время кончилось. Начался страшный суд. И вот теперь уже из чертога вечности снова глаз Божий. Совершилось. Совершилось все, что должно было быть. Совершился переход от Нового Завета к Вечному Царству. После шести дней творения сказано. И стало так. Начался седьмой день. День покоя Божия. После шестоднева страданий Иисуса Христа снова раздается глаз. Совершилось. И вошел Христос в покой свой. Начался новый день. День христианской эры. В конце всего времени снова этот же возглас Совершилось. Начинается новый день вечности. Как начало, середина и конец этого мира отмечены печатью дворца. Совершилось. Что он восхотел, то и стало. Совершились все дела Божьи. Начался покой его вечный шамбат. И кто вошел в покой его Тот и сам успокоился от дел своих Как и Бог от своих Время 4.10 Далее Бог говорит Я есть Альфа и Омега Начало и конец Смотри 1 глава 8-10 стих Святой Андрей Кисарийский прилагает к этим словам еще такое толкование Что Христос есть начало и конец Как первый по божеству и последний по человечеству и как простирающий свое промышление от первой бесплотной твари до последних людей В нем настало и конец всякого бытия и все им и для него создано Колоссянам 1.16 Об этом так писал блаженный Агустин Ты создал нас для себя и не знает покоя и не знает покоя сердце наше пока не успокоится в тебе И как весь космос Жаждущему дам Жаждущему дам даром от источника воды живой Сотворенная Богом тварь И говорит И говорит Всякий пьющий воду сию Божественный Иисус 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 Приди Жаждущая душа к божественному источнику И пей Пей животворящую воду. 22 глава 1 стих. Вода жизни это Дух Святой, который от Отца исходит. В Англии от Иоанна 15-26. Как от Источника. В Англии от Иоанна 7 глава 39 стих. Посылает же его Христос. Почему он и говорит, что сам даст эту воду. 21 глава 6 стих. И Евангелие от Иоанна 15 глава 26 стих. В пустыню земли истекают теперь эти потоки воды жизни, потоки Духа Святого, напояя жаждущих странников. Издевается Дух Святой через святые таинства, через слова Священного Писания, через святых, через все освящаемое в церкви. Святая вода иконы. Только приди, жаждущий, и пей, пей даром. Ибо Господь сказал своим ученикам и их преемникам, этим раздателям воды жизни, даром получили, даром давайте. Евангелие от Матфея 10 глава 8 стих. Если бы человеку было так как-то дано купить или заработать благодать и спасение, то многие приложили бы все усилия для этого. Не посчитались бы ни с большими деньгами, ни с трудностями различных дел и поездок, лишь бы купить эту воду жизни. Но она так не обретается, дается даром кающейся и жаждущей душе. Поэтому человек не может купить благодать, что ничего не имеет для ее обретения. Он грешен. Даже самую малую долю спасения он не может получить своим богатством и своими усилиями. Человекам это невозможно. Евангелие от Матфея 19 глава 26 стих. «Все же для нас делал Бог и не упустил ничего». Диане 8 глава 22 стих. «Верующие должны ясно уразуметь, что благодать и всякое священно действие даются даром. А та лепта, которую они несут в храм, есть не плата за благодать, а опять-таки дар Богу и приношение, за счет которого материально содержатся храм и его служители». Смотри, первая Коринфянам, девятая глава. «В совершенной мере напоение от источника воды живой произойдет в вечность. Сейчас церковь находится еще в пустыне. Песня 3 глава 6 стих, 8 глава 5 стих. «И подвизается в безводных местах этого мира греха и неправды. Но блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насыдятся». Ивангрия от Матфея, 5 глава 6 стих. «В вечности сам Бог напоит всякого жаждущего истины, духа и красоты. Сейчас стремление к Богу, и только потом полнота общения с Ним. Даром даются все блага будущего века, ибо все нынешнее ничего не стоит сравнений с Ним. Они не приобретают стремление, но даром дает Бог верующий в Него. Однако, если человек и не может не спастись сам, не купить своего спасения, но даром все приемлет от Господа, это вовсе не значит, что спасутся все. Человеку ничего не нужно делать». Вопросы? Ну вот, на что хочется обратить внимание, вот на последнее предложение оттолкования. Еще раз я его прочитаю. Среди спектантов очень часто слышатся такие слова, что «Всякий призывающий имя Господня спасется». Все уверовал, ничего делать не надо. Вот. Главное вера, вера, вера. Да, вера дается даром, благодать даром, но это вовсе не значит, что ничего не будет делать. Все раз прочитаю. «Однако, если человек и не может ни спастись сам, ни купить своего спасения, но даром все приемлет от Господа, то это вовсе не значит, что спасутся все. И человеку ничего не нужно делать». Вера, без дел, мертва. И кто говорит, что я в душе верую, а делами своими отрекается, то понятно, что этот человек верующий только на словах. Лицемерие такое. Парисейство, может быть. Хотели, чтобы они все говорили хорошо, а в ночах людей старались быть верующими, хорошими. Господь сказал, «Все, что они повелевают вам, вот эти парисеи, делайте. По делам же их не поступайте». «А какие дела у них?» «Ибо они говорят, но не делают». По делам их не поступать. То есть, «По делам не поступайте», и тут же Господь говорит, «не делают». Одни слова. Слова, не подтвержденные делами. Такими людьми дело иметь не нужно. Слово человек должен держать. сказал. Нужно выполнить обещание. Так, вопросы попрощить. Так, идем дальше. Откровение, 21 глава, 7 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Толкование. «Для наследования вечных благ и жизни в Боге необходимо победить мир греха». Далее цитата. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша». Первое. Планиана, 5 глава, 4 стих. «Рождение от Бога и всякая благодать даются даром, но не даются для того, чтобы, облегшись в это всеоружие Божие, Ефесянам 6.13, подвизаться». «Но даются, а ты на петель, а не даются». «Да, еще раз. «Рождение от Бога и всякая благодать даются даром, но даются для того, чтобы, облегшись в это всеоружие Божие, Ефесянам 6.13, подвизаться и побеждать мир». «Крест, величайший дар Божий людям дан даром». «Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». в Ефесянам 6.13, «Оружие Божие дается нам даром, но противостоять и преодолевать с его помощью должны мы сами». «Только кому на земле Господь был Богом, Богом…» «Только кому на земле Господь был Богом, тому он будет и там Богом. То на земле жил как чадо Божие, тот и там будет ему силом». вопрос. Какое тут место еще вспоминается? «Царство Божие внутрь вас есть». Христос говорит, «Внутрь вас оно не придет приметному Божию». «То такое Царство Божие? Это когда человек вот есть такое выражение «без царя в голове». «А здесь «Царство Божие внутри вас есть». «Господь Иисус Христос мой Царь, мой Бог, я ему подчиняюсь». Оно во мне это сидит, укоренилось все. Уже здесь на земле мы дети Божие, мы всех счастливее, на всей земле поют Божий. Так, вопросов нет попрочит. Читаем дальше. Откровение 21 глава 8 стих. Боязливых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и идолосушителей и всех и всех горящим огнем серых. Это смерть вторая. Толкование. Не только лишается царства Божия 1 глава 9 10 стих. Но будет в озере горящим огнем божиям. Это смерть вторая. Грамотные люди нашего века, иногда даже и верующие, посмееваются над якобы примитивным представлением церкви, что вот где грешники будут жариться в гиенском огне. Но ведь примитивно детское представление часто бывает самым правильным и неискаженным во ужеименной мудрости. Да, действительно и душой и телом грешники будут гореть в нестерпимом огне гиены. Огненные муки постигнут разум, чувства, волю и тело нечестивца. То есть неправильно представление о только лишь телесном огне. Огонь гиены поразит все душевно-телесное существо человека. Господь перечисляет различные роды грешников, что будут мучиться в вечном огне второй смерти. Татьяна Дмуха, микрофон выключите, пожалуйста. Боязливые это те, о которых говорил Господь в притче. Цитирую. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Евангелие от Матфея, 13 глава, 20-21 стих. Боязливыми и маловерными были некогда и ученики Господа. Евангелие от Матфея, 8-26, Марка, 4-40. Это особенно проявилось, когда они оставили его во время крестных страданий. Но позже они все укрепились в Боге, мужественно пронесли весть о Христе во все концы вселенной, приняли мученическую кончину. Может показаться, какой грех в боязливость, разве приносит боязливость кому-нибудь бред, но вот сам Господь говорит, что их участь в озере огненном. Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда приидет во славе своей и Отца, и святых ангелов. Евангелие от Луки 9-26. И ныне много боязливых они не отвергают Бога, не борются против Него, но стыдятся, стесняются и боятся. Они не желают мужественно взять крест и нести его вроде всем прелюбодейным и грешным. Вангелие от Марка 8-38. Они боятся того, чтобы кто-то узнал о том, что они верующие или крещеные, чтобы кто-то увидел в их доме икону, чтобы кто-то узнал, что они молятся, посещают храм Божий, чтобы кто-то увидел на их теле крестик. И это у них не конспирация, которой не чуждались и первые христиане и мученики, но страх и ложный стыд. Они не стыдятся подражать этому миру слова, внешнем облике, образе жизни, но стыдятся подражать Христу и Его святым. Участь таковых вместе с неверными в озере Омнином. Поэтому встрепенись, душа, расчисти свое сердце от камней страха и ложного стыда, и дай Слову Божию пустить в тебе глубокие корни. Свои последние наставления ученикам Господь заключил словами «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Марка 16.16 Евангелие от Иоанна 3.5 «Равно это и отпавшие от церкви и отрекшиеся от Христа, если отречемся, и Он, Христос, отречется от нас». 2 Тимофею 2 глава 12 стих Евреям 6 4 8 «Так погибнут стыдящиеся веры и вовсе не приемлющие ее или отвергающиеся от нее. Скверные все оскверненные грехами нечестия развратной жизнью. Не думай, человек, что твоя вера или крещение спасут тебя, если дерзко пребываешь в греховной скверне. Наоборот, будешь иметь сугубое наказание в сравнении с осквернявшимися в неведении. Убийцы – люди, лишавшие других людей жизни. Убийство – это страшное преступление. Убийцы – дети того, кто был человекоубийцем от начала. Ванглиотанам 8.44 И это не только лишавшие своих ближних телесной жизни, ибо всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет в жизни вечно. 1 Иоанна 3.15 Матфея 5.21-22 Поэтому будем стяжать дух мирный, любвеобильный, кроткий и незлобивый. Любодеи, погрязшие в грехах нечестия, вредившие не только себе и своей чести, но и чести других. чародеи, вредящие ближним через обман и обольщение посредством трав, а также при помощи тайных сил и демонов. Церковные каноны различают чародеев, отравителей, прорицателей и волхвов. Чарование это призывание бесов на сотворение вреда другим, на ведение злого жития, на ведение апатии, безволия, нежелание жить, на ведение болезней и так далее. Внешне при этом чародеи могут даже петь псалмы, призывать имена мучеников и Богородицы, но их союзники бесы. Отравители травами и другими средствами отравляют людей дурно воздействуя на психику. Прорицатели через общение с демонами прорицают будущее. Волхвы призывают якобы благотворных бесов и делают внешне доброе, фактически же портят и губят душу. Волхвы же занимаются астрологией. помимо этого есть еще гадатели, спиритисты, маги и прочие земные служители ада. Все совершающие эти грехи строго наказываются под церковным канонам, а писанием обрекаются на вечные муки и ени огненной. поскольку часто бывает трудно отличить божью силу от бесовской, ибо чародеи внешне маскируются в благочестивую оболочку, да и велика обольстительная сила чара, то лучше всего прибегать лишь к помощи церкви. Ведь и дар развлечения духов дается только иным 1 коринфянам 12 10 поэтому не должны на это дерзать все, а пользоваться испытанно благодатными средствами церкви. Это тем более важно в наш век всеобщего смешения понятий духов и учений. И чтобы ты не встретил христианин, осени себя и окружающее крестным знамением, сотвори молитву и уповай на Бога, дабы остаться чистым и не оскверненным от всякой чародейской и демонической силы. Отче наш, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И 6 глава 9 и 13 поклоняясь кумирам и всякой твари как божеству, идолослужители фактически поклонялись и приносили жертвы бесам. 1 Хаинственном 10 глава 20 и тем уготовили себе участь в озере горящим огнем и серой. И под конец Господь перечисляет всех лжецов. Ложь находится у истоков всяких грехов в англиотанах 8.44. Многие считают, что если они не грабители и не убийцы, то у них собственно и грехов нет. Кто свободен от лжи, кто никогда в жизни не обманывал, а участь в жертву одна убийцами и неверными. многие христиане допускают в своей жизни ложь, утверждают, что есть святая ложь и ложь во спасение, в определенных случаях, дескать, можно говорить неправду. Но так ли это? Во-первых, где-то черта, которая указывает, когда можно лгать, а когда нет. Как и на основании чего практически в тех или иных ситуациях решать, лгать или нет. Нам кажется иногда, что в какой-то ситуации обязательно надо солгать. Проходит время и обнаруживается, что можно было и даже нужно было не лгать. И практика показывает, что люди, допускающие ложь спасения, начинают лгать даже в таких ситуациях, когда ложь совершенно очевидно была не нужна и не служила никакому спасению. Мысль, что в какой-то ситуации обязательно надо солгать, навивается дьяволом, типа он отец лжи. Он ставит ум человека в тупик, из которого якобы можно выйти только ложью. Взирающий же на Бога всегда найдет выход правды. Просто в это надо верить до конца. В Англии нет ничего тайного, что не сделалось бы явным и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. В Англии от Марка 4, 22. Когда твоя ложь станет явной, как засвидетельствуешь обманутому о том, чье имя истина. В Англии от Англии 14, 6. 3. Зачем же нам заповедано быть мудрыми? В Англии от Матфея 10, 16. Если можно лгать, мудрость в том и состоит, чтобы не солгав найти выход. Можно отвечать уклончиво, отвечать не на вопрос, отказываться отвечать, молчать, но не лгать. 4. Нам скажут, как же такие праведники, как Рааф из Иерихона или царь Давид прибегали ко лжи и были оправданы Богом. Действительно, многие ветхозаветные праведники прибегали к неправде, но ведь были многие из них и многоженцы. Ветхий завет был где-то водителем ко Христу. Галатам 3.24 Новый завет дал закон совершенный. Многое, что дозволялось в Ветхом завете, уже недопустимо для времени благодати. Нагорная проповедь Спасителя показывает нам возвышение нового завета перед Ветхи, возвышение благодати перед законом. В новом завете мы уже нигде не находим нигде неправды в устах праведника. Пятое. Не может быть святой лжи, ибо всякая святость от Бога, а ложь свое для сатаны. В Англии Ахиана 8.44 Написано всякая неправда есть грех. 1 Иоанна 5.17 А может ли грех быть святым? Может ли грех войти в Царствие Божие? Может ли быть тьма светлой? 6. Не может быть лживо спасение, ибо кто говорит ложь не спасется? премудрость 19.5 или притч 19.5 и кто говорит ложь погибнет премудрость 19.5 Притча летная Также говорит Господь в апокалипсисе, а вне небесного Иерусалима всякие любящие и делающие неправду 22.15 Всех лжецов участь в озере горящим огнем и серым ясно сказано, что всякая ложь, какой бы целью она не совершалась, ведет к вечным мукам гиенны. Вопросы? Игнать Тихонович у меня вопрос сейчас конечно время у нас такой свободы как раньше не было в России проповеди Слово Божие можно смело говорить право вот а вот когда ваше время вот да что он говорит непонятно ты ближе к микрофону говори голову убираешь от него ничего не слышно вот я хочу задать вопрос о участи боязливых и вот ваше время страшно было когда гнали за слово когда знали чем все это выходили с сумочкой были готовыми что вас схватят и посадят в тюрьму вот страшно было или поначалу подходила ли боязливость к вам или все таки господь укреплял и как вот сегодняшний возможно ли когда нет таких гонений оказаться в числе боязливых людей определение по результатам трижды героя Советского Союза по крышке нас просили говорят люди на фронте вы такие трижды герои не боялись только дураки не боятся они уже все убиты это чувство самосохранения заложено в человеке когда я вернулся встретились друзья приходили же на суд там у меня были баптисты краевой суд я говорю как она со стороны выглядела ой как вы мужественно выступали и партию обличали и ленина и масонство и все я говорю вот то ты оно внутри меня все сжималось я понимал что статью легко могут переделать в другую в два раза больше срок и никогда не вернешься но бог так сделал что и вернулся но страх это и повторяю это естественно господь молился по человечеству доминует меня чаша сия и он не сказал что вы стойте и все говорит ну гонят в одном городе что делать бежать в другой город и называет пример Христос младенец великий беглец в этом никакого позора нет вот смотрите картину смотрим Сурикова кажется утро стрелецкой казни там репин на эту тему тоже рисовали как они сидят они не помнят себя было такое что на эшафоте приходило помилование и когда спрашивают ну вы видели как родственники дети плакали он говорит я никого не видел у меня в глазах стоял туман от страха расставания с жизнью вот Мария там Антуанетта которую казнили царская особота она в течение того как подводили уже все и она молодая была она посидела волосы делались белые-белые да страшно да но господь за это не судит судит за результат ты не подвигся к предательству никого не выдал жертву идолам не принес конечно ни ННН ни чипов ничего не было с этим бороться бесполезно это все глупость сатана придумал сейчас люди борются с этим надо за дело бороться вот такие как отец Глеб Якунин он 7 на 7 лет осужден в якутские города эти тундры посланы там он отбывал все это рассказывает ужасно считаем книгу отец Арсений как они в морозилке оставляли раздетых и никто не выдерживал суток а они трое суток кажется были живые да страшно все страшно но какой у тебя распорядок я могу поделиться опытом вот у меня было пока предварительное следствие еще в суд не выводили ну и как-то контингент в камере устанавливается примерно постоянный я всегда спрашивал найду уголок где-то встать я вам не мешаю никому да нет отец а другой скажет тут все по-своему с ума сходят я разбил день на 5 частей 5 раз становиться на молитву а что это такое ну по часу по полтора у меня псалтырь прочитывалось за два дня и одновременно новый завет за неделю не считая тысячи поклонов мне некогда было думать и бояться а люди приходили с вопросами и ответами это ты с Богом и Господь показывает тебе больше это жития святых полна этими примерами они искали смерти и тогда церковь вынесла решение не искать если можешь где уклонись уклонись ты еще нужен пример я могу взять это Александрийский диакон был Афанасий а потом стал патриархом он выходит и говорит проповедь и касается именно властей предательских этих еретиков в это время воины пробираются но народ плотно стоит огромный храм к нему пока капельры пробились а его там нету а он уже знает потайный уход вышел и быстро на реку и там какой у него челн или что был туда плывет маленько погодя кто-то сказали видели что его на берегу ну и бросили за ним а они он на встрече плывет вы ты не видел сначала тут да видел он совсем недавно здесь был они дальше ринулись он вернулся и обратно зашел в храм опять проповедует на второй на второй раз он уже ушел одна девушка знакомая ему скрыла его в глубоком сухом колодце и он оттуда разразился таким посланием что потрясло всю империю вот это пример вот так и о болезни это боязни да страшно ну и это нормальное естественное состояние это мы в житиях считаем Давид убегал Саул за ним гонялся он придурялся даже слюни по бороде пускал и чертил на дверях к царю Анхусу попал чтобы только спасти свою жизнь это абсолютно правильно а как будет дальше я могу сказать только Ефрема Сирина если не ошибаюсь там говорится муки будут столь страшные что даже праведники мученики первых веков могли не выдержать вот как делают сегодня я знаю такие способы полумертвых воскресают ему там синусоиду замеряют и все и дальше накачают его капельницу оживили и снова по одной клетке будут отрывать вот такое будет дело и тогда надо выстоять положиться на Бога почему о первых христианах язычники говорили а они христиане не чувствуют боли они как деревья деревья считаешь великомученица Варвара великомученица Екатерина девицы а считаешь вот маковейские сыновья вторая маковейская книга седьмая глава их скальпируют огромные сковороды там такой идет от них жарят их живьем вот считаем Агапию она ее жарит а она еще смеется над врагами иронизирует что-то дрова-то плохие у меня у отца хорошие дрова возьмите там а другой лежит там как Эмельян говорит эта сторона у меня поджарилась людоеды переверните на другой бок вот еще как вели себя еще смеялись над мучителями это жития святых так что я какой никакой я ну маленько посмотрел увидел поэтому когда сегодня кто-то сильно себя показывает герой геройски ну как говорят хорохорится я могу посоветовать сиди тихо пока не размазали а то и соскребать со стенки нечего будет этого у Шатару ставили у него там витязь в тигровой шкуре там написано каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны а кто герои герои в советское время были возьмите Шаламова Варлама считаем Александра Солженицына вот сколько таких было вот все мой ответ сейчас прошел благодарю за ответ когда гонений нету то и боязливым и оказаться невозможно сейчас сегодняшнее время когда гонений нету стадии боязливых то и не окажутся или все-таки в наше время тоже можно стать предательным предстатом но везде за это я говорю вы то почему молчите это когда Авакум вернулся ему там из ссылки то за Урии ему там деньги под столом подают а он говорит а ты то что артищеву молодому он говорит боюсь вот так и здесь мне все помогали говорю а вы то что молчите меня брали за то что церковное начальство обличал они больше это ставили и советскую власть затрагивал так что в это время надо готовиться гонений нету спокойно но ты все время себя держи а то некоторые думают так ну сегодня я то сделаю другое а вот антихрист придет мы тогда ему врежем уже врезать нечего уже отрезали ты сегодня себя маленько попробуй не ешь не пей спи да предела мало не больше трех часов и ты увидишь что у тебя плоти то есть это же навык в этом тоже надо навык иметь пост и молитва а сегодня сожжет себя жирный толстый там как кабан но еще куда он годен только так жарить его пожалуйста вопрос сейчас прошел давайте вопрос что ни у кого нету ровно надо подшевелить народ как вопросов много вот у меня книги вышли которые в них я отвечаю сохранившиеся только вопросы четыре тысячи сто двадцать четыре это в университетах милиции где на радио выступал бумажки подавали мне я плоховато слышу и отвечал а потом я эти бумажки стал за мной читать и получилась книги вопросы это четыре тысячи сто двадцать четыре сохранившихся и человек когда сегодня считает вот это мой вопрос даже такие находятся вот это я задавал а ты считаешь тебе ответ вот у меня сейчас близко человек тут живет он занялся этими вопросами и вникает в них там столько всего я сам считаю иногда что сегодняшнее не то что я там хороший смелый нет ну ну бог дает благодать божия это вот выступает допустим там один другой ну почему ты до конца ты не договариваешь что виноваты там миссионерские отделы молчите ты говорите указы какие все разрешают правила какие новые вводят соборное правило там вот это обречи отвергают а ты обречи синод там напиши где-то что не знаю как почему так говорят кишка тонка то есть с кишками это связано или что обречи прошлые годы мне приходилось писать всем генеральным секретарям Брежневу и патриарху Пимену всем я писал письма в ООН обличал масонство это смертельно опасная игра но Бог защитил когда я вернулся из КГБ сразу же домой приехали у жены спрашивает а где он она говорит пошел паспорт хлопотать а он как живой то вернулся Иуда Бенгур помните фильм когда Мисала узнал про него а как он же на галерах оттуда не выходит милостливый кесарь он это отпускает так и здесь указ президиум Верховного Совета 15 марта 87 года и 210 политзаключенных в Советском Союзе вышли на свободу вот я в том числе это опыт конечно ну я живой остался а кто бы мог больше передать опыт того живых уже нету нигде не лезь нехорошее как будто слово а оно очень хорошо отражает никогда говорит что не бойся не проси прямо а бывает слово скажет а он на него вот смотришь в круге первом там играет Евгений Миронов эту роль ну там книжку какую-то выручить может быть надо так а лучше я думаю знаешь закон пытайся но лишний раз не хлопочи себе нахребет вот был Марщенко Анатолий такие у него знатоки Сахаров Андрей лауреат Нобелевской премии за него герой труда там два же или трижды и все а он где-то там поднимался как говорит горды батщи все сломали и убили и его нету а ласковый говорит теленок двух маток сосет а что там уже заживали шестеренки тащат тебя молчи молись у меня особое было положение КГБ вело и там прям на корочке написано было когда избивали других меня уводили в красный уголок или куда то есть орган который меня посадил и они же меня берегли баптисты трафаретно мыслят а вы с ними сотрудничали как я сотрудничал ну конкретно кого-то выдал или что-то нет просто Бог так устроил а что дальше будет не знаю первый раз было трудно а второй раз посадили уже опыт знаешь как что это не помешает знать мне сильно помог архипелаг гулаг выходя из тюрьмы я сказал как он благословляю тебя тюрьма ты многое мне открыла вот Зоя Крахмальникова сидела в тюрьме у нее книга вышла вы зарядите ее слушай тюрьма Зоя Александровна Крахмальникова вот слушай тюрьма послушайте просчитайте она не такая большая книга это опыт я ее лично знал на дому у нее бывало так вопросы меня добавить можно да конечно же вот первое Зоя Крахмальникова она получается я читал и биографию конец биографии какой-то неплачевный потому что она впала в эту как бы это считается секту православие богороднический центр где они как бы возвышают богородицу на первое место и вот она там пребывала до своей смерти я насколько я понял а второе вот по поводу что как бы не обличают да вот если вот говорим за священников как они вот предстоятели в церкви то я так понял что в православии это самый их небольшой страх это то что их могут сана лишить то есть как бы извергнуть сана и они боятся то есть если они изначально приходят молодые если они раньше до 30 лет рукополагаются у них значит нет никакой профессии ничего нет и они этого боятся то есть сегодня их лишат сана они останутся на улице и у них ничего нету потому что они были приняты со всеми молодыми и идти им работать некуда и жилья у них нет я пришел к такому пониманию что если бы даже я захотел бы стать священником во первых я бы хотел бы иметь какую-то профессию а во вторых какое-то свое минимальное жилье что если бы меня бы за обличение скажем так лишили бы сана сегодня могут за это решать хотя бы что-то я с чем-то останусь мне будет где работать и будет где жить я понял вопрос понял рассуждение ваше от того опыта который вы имеете они правильные вот Зоя Крахманникова пошла я же не говорю о кончине ее я говорю когда она вышла из тюрьмы я на этом моменте останавливаюсь она после этого ездила в Израиль и говорила когда все уже там проходили таможью ее вдруг офицера увели все которые должны были русские ехать они ждали два часа на нее пало подозрения о чем могла израильская разведка с вами разговаривать но она рассказывает ничего не таит я у нее говорю на дому беседовал не раз а что дальше она пошла я это не одобряю отец Глеб Якунин точно так же он герой ему половина срока хотели скостить только чтобы он сказал как доклад Фурова попал в руки нему половина срока и он не выдал никого я не имел такой льготы чтобы у меня что-то выманули а потом бы срок меньше ничего этого не было а вот хотели чтобы у вас было там где у меня родной брат протеерей отец Аким он как бы провинился перед архиереем они вдвоем когда уехал настоятель то они вдвоем с Курочкиным Михаилом там какую-то купель построили в соборе чтобы крестить правильно архиерей вызвал почему там хохлы эти украинские попы то они стали жаловаться никогда не было чего они придумывают он тогда им было предложено так или вы это закройте лавочку то или вас это то другое а брат мой придет и у него с собой он мастер каменщик каменщик высокого класса когда высотная ну там 5-6 этажей здания так он на углах был угол это самое главное он говорит архиерей владык нужен у меня мастерок с собой я пойду что сделать я не знаю слышно не слышно вам видно не слышно сейчас слышно стало слышно стало ну что-то что ответил отец Иаким мы не слышали у него специальность у него свой дом квартиры а когда священник живет в церковном дому то мне пишет один здесь священник и говорит у нас архиерей такой могу называть но это не так обязательно скажет до этого не было ну кто будет говорить так я ему назову город Томск архиерей митрополит Ростислав а говорила мне Сергей Дудин что впредь меня не искушали я одного назову а больше не надо да может ему плохо сделают и он говорил если я слово скажу не так архиерей меня выбросить на улицу среди зимы с ребятишками вот как и поэтому протопопа вакуума когда его спросила Анастасия Марковна так говорит Петрович да Коля он говорит до самой смерти Марковна до самой смерти он говорит связали меня по рукам и ногам чтобы она говорит не смотри на нас иди посекай ересь посреди поля растущую вот какая была жена а сегодня начинает вокруг него там родные да на кого ты нас да где в житиях есть такие там два брата были ну кто-то посоветовал верните домой а с родственниками провели хорошую работу власти ну там кто коммунисты КГБшники кто были вы поговорите с ним ну куда они молодые жизнь свою губят такую один кафедрой заведовал другой губернатором был молодые перспективные когда они пришли они их размочили тогда только один дрогнул говорит что вы делаете вы царство небесное у нас отнимаете до свидания встали и пошли обратно как вот Адриана Наталья не один вот смотрим ведут священников там шесть священников а один кроет крышу звать его Мордарий они увидели Мордарий здорово так ты где такое найдешь дружину мы идем наказать он с крыши скатился бегом домой до ума не добежал еще смотрит там сапожная мастерская друг он заглянул к нему ты скажи моей жене я пошел на мучение все бери заботу о моей жене и пошел воины его отгоняют он лезет впереди ты что дурень такой это же на казнь ведут я этого и хотел они его приветствуют мы казнили больше ничего не сделал святой Мордарий моли Бога о нас а ему там надавали по мордам то все мы затопили ими печь да солью присыпали чтобы ярче горело так что дело покажет но сегодня ты ну если может быть слово не литературное совсем не рыпайся сиди спокойно и отвечай скромно вот такой ответ я для Евгения закончил Женя вот такой ответ благодарю Игнатий Тихонович благодарю мы не дорассказали все таки нам и этот отец Яким был каменщиком вот когда они построили купель им там запретили сказали или или и что он им ответил они ответили что тот пришел как все он перевел их там на другое место и все что отмечать они стали доказывать не надо доказывать чтобы соблазна не было отцы ну вы правильно говорите но видите сколько-то вас двое а других-то 18 священников с Украины я к примеру говорю и все и он ну мы больше не крестить я сказал иначе я запрещу вас служение ну и все а обоих перевели в другое место и там тихо мирно а что тихо то в тихом ум у них кто живет а да да что надо иметь чтобы у тебя опора была тогда ну в дуновение ветром тебя не будет колебать я еще хотел добавить по поводу вот этого материального когда священники боятся я читал как-то есть такой вот епископ который не пошел на соединение Агафангел Пашковский у него есть свой журнал он видит в интернете так его спросили почему же как бы вот такая малая часть не пошла на соединение почему же как бы вот он же один из всех епископов он только один не согласился на это он говорит так очень все просто это материальная часть храм и имущество вот что удержало их то есть а получается монахи это они это самые заложники они получаются они как безневольные я так понял это ну вот Женя ты правильно понял так и было вот так он и ответил да что вот материальное имущество монастыри куда им было идти вот он говорит а куда вы отправите этих 80 монахинь которые живут в монастыре куда им идти они были безневольные они пошли они у них даже слова не было ну вот так я как-то был в монастыре и говорят вы сидите смотри как у тебя комнатка такая компьютер полочка книги а в один день это все смели ну приезжал к нам не один раз очень известный архимандрит Юрасов Амвросий он в Иванове там здание было большое монастырское но его занимало краевое КГБ и они там путем разных забастовок впрочем добились вернулись в здание вообще чудо какое Амвросий и вот они добились там гоняли пугали все говорили что он скрывался в Кавказских горах я с ним беседовал он говорит никуда не скрывался это уже добавили ему героического духу подполье там я на днях считаю там я где-то был 20 лет в подполе только служил священнослужитель я не священнослужитель и подполом никогда не был ну это добавляют уже люди любят прибавлять батюшка наш едет домой ну и маленько начал там свидетельствовать ну люди слушают один на полке лежал говорит это ты не убеждаешь а вот здесь где-то живет в этом районе где-то живет один и меня называет по имени отчество и говорит вот он говорил ты-то что там говоришь ты вот повстречайся говорит с ним ты будешь по-другому верить а он брат родной мне до того смешно ну так вот Бог дает иногда чтобы посмеялись над собой иногда люди о лжи сегодня говорили лжец не спасется ну ложь лжи разница другое дело ошибся нечаянно гляжу и читаю книжку подали мне а там про меня написано я стою у собора на паперти в Киеве и в это время идет делегация английская там была ну и смотрят и говорят вот человек стоит говорит здесь посмотрите вот он как верующий а как бедно одет и у русских все такие бедные и вдруг он на чистом английском заговорил с ними и давая им доказывать что не это самое главное это было для них говорит а их сколько было они стояли слушали потом идет итальянское и точно та же история это он с ними на чистом итальянском языке заговорил и они стояли рот раскрыли и меня называют но до того мне смешно я ни на том ни на другом не могу говорить чисто смешно но людям хочется иметь героя вот они его лепят но они солгали неумышленно от кого-то услышали ну там как говорится сарафанное радио надо конечно за данные отвечать лучше всего ответить не знаю вот от отсутствия на лжи вот хотелось сказать один барин такой гулявый был ну помещик там крупный ну и как-то разговаривались а он видимо жену-то обманывает ну она ему говорит ну что ж ты так это вот говоришь может не правду даже а сейчас все лгут она говорит не все вот у нас управляющий который назвала его там Киприан Мефодиевич да он не лжет как не лжет никогда не лжет он сегодня же солжет тебе солжет придется солжет она ничего не сказала он крутой барин-то ладно вот на охоту собирается собак вывели свора целая-то и он как крыльцу лошадь подвели он с крыльца садится иди скажи моей жене а он управляющий всем имением скажи что я уехал через три дня вернусь на охоту как только дверь закрылась он говорит ребята распрягайте лошадей никуда мы сегодня не поедем маленько подождал ну и потом зашел ну и как она на него глядит ну никак ну он тебе сказал что я уехал она говорит нет на конюшню драть нет подожди он сказал барин велел сказать вам что уезжает на охоту на три дня но когда я уходил у него одна нога была в стремени а другая стояла на крыльце он так и ахнул он и не знал что у него такое есть он сказал то что видел он вторую ногу не поднял и в седло не садился а только подготовился и он это видел про это и сказал вот если бы так сегодня вели вот по правде все по правде я как-то провел я как-то провел этот опыт и показал что государство начнет разваливаться если везде будут говорить правду потому что ложь оно хоть как слюнями соплями но слепили ну нигде нельзя ни полиции никто не обманит да как же ни взяток никаких не взять да как тут и суды остановятся и на дорогах не проедешь все-то надеются на взятку вот так по правде жить непросто но зато радостно слушай вопросы я никого не вижу у меня как-то туманом покрылось стекло никого нету наверное никита еще больше нельзя сделать ну че нету наверное никого да вся здесь вроде у меня все открыто ну так давайте тогда какие вопросы по жизни вот у меня такой вопрос сейчас вот некоторые отходят получается от этой группы вот Сергей Ильин отошел я все хотел с ним на связь выйти дому да зачем дому вроде там уже Сергеем Козловым на связь выходил а вот люди куда идти они же там у тебя ведь ничего не создают и даже вот Сергей Лин он там что-то пытался создавать опять с людьми которые здесь вот Сергей Игнат вот еще другие люди опять они питаются крохами со стола которые падают отсюда и даже вот Олег Сват который ведет борьбу он ведет борьбу получается с Игнатием Тихоновичем только он тоже получается крохами питается от Игнатия Тихоновича Александр Андрусенко он его к себе туда заманил и других они все некогда заходили на беседы с Игнатием Тихоновичем даже я так понял его Александр Андрусенко даже компьютером благословил ну то есть даже в этом крохами он уже питается от Игнатия Тихоновича потому что откуда эти все люди взялись его надо сам-то ничего там откуда он с другой с других сторон ничего не собирает вот так вот оно и получается тут же ели и тут же со стола и везде все воруют ну значит чего-то стоит ничего это было со Христом с Христом говорит все ушли не хотите ли вы уйти проповедовал проповедовал Христос три года с половиной двенадцатых учеников апостол Павел какой проповедник и однако говорит все оставили меня Димас возлюбил нынешний век один Тимофей со мной и Лука ничего это для испытания мы главное сказали они слышали а кто знает последние дни может быть ему на память придет то что было здесь мы говорили у меня ни к одному из них нет нерасположенности они избрали этот путь что-то не выдержали кто-то что-то может быть обиду нанес ну ты должен перенести главное-то быть в церкви а они не в церкви у них ущерб неизмеримо огромен они вне церкви а вне церкви значит лучше бы не родиться это корабль кто на корабле плавал у тебя плавал и оказаться за бортом и корабль видя как уходит вдаль все а это церковь вот сегодня я слушал ну двое беседуют петр михалев священник ну и я тут скидывал посмотреть это надо и кузнецов димитрий ну еретик просто лютый еретик он какой-то больной матерился когда-то было я слышал говорили ну он все укорачивает значит евангелие надо послание не надо то есть такое вот ну о чем разговаривает зачем время тратить он совершенно никакого отношения не имеет к христовой церкви никакого главное это любовь у всех сектантов любовь так почему же вы церковь то не полюбили церковь от первого века идет не полюбили а вот сегодня вышел один вы зарядите написано дмуха александр заголовок ролика ересь сам еретик он у нас потеряевки был у него дар был слово сказать все потерял и главное начинает рассуждать о нравственности ой 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 прелюбодействовал изменял жене сознался там его ну выгнали выгнали просто с треском и он везде к баптистам не пристал и нигде никак у него нету и рассуждает о нравственности ересь в каком порядке стоит механически павел перечисляет она посредине стоит ну какое отношение имеет посредине не посредине ты еретик а вот это фундамент евангелия а это послание крыши да кто так говорил когда все писание бога духновенно не вдохновенно а духновенно а многое в писании богом не вдохновенно допустим сказал безумец сердце своем он безумец это не вдохновенно он бога нет сказал 13 52 псалмы но что это было и безумец сказал на это дух святой вдохновил написать давида они даже смысла слов не понимают а почему потому что вне церкви они отвергли церковное предание толкование остаться без церковного предания это значит писание будет закрыто не надо ни августина им ни киприяна никого не надо ни ирине ни поликарпа ни златоуста то есть он теперь сидит сам выкомуривает и охота им всем прищищать хлеб берет ломает ну еретики безумие сумасшествие беснование но послушал и главное беседует по два часа с половиной и за это время вот я дал задание кто-нибудь чтобы посмотрел прервал священника тот начинает говорить он его тут же прерывает больше ста раз он вообще не понимает как беседовать я вот меня позвал Сергей я ответил все на этом жду следующего звонка так он прерывает а в комментариях говорит что я в доме хозяин кто ко мне приходит пусть меня слушает да он никто к нему не пришел он один сидит за столом нету никто не это обман я говорю вот муха Саша там ересь называется ересь ролик ересь ну посмотри и рассуждает она видели видим о нравственности рассуждает супер безнравственный человек обманщик клеветник отступник еретик и он о нравственности рассуждает еретики это все безнравственные еще себе ты паре праре почитай как импозантно выглядел он какая была речь приятность но он еретик еретик обязательно безнравственный да откуда ты это взял то есть сам придумывает он не еретик и ну Ну, жульничество, это нехорошо, бесчестно. Я вот все время примерял, меня архиерей готовился отлучить за три материала о том, что на русском языке, чтобы христиане не воевали, и что благовестовать надо всем и повсюду. Батюшку запретить служение, а меня отлучить. Я сразу предупредил всех, я буду стоять в коридоре. А университеты, где я вел занятия, я так буду вести, он меня оттуда отлучить не может. Я веду государственную работу, в тюрьме 17 лет работаю, бесплатно везде. И он ничего не сделал архиерей. А потом сам давай переводить на русский язык. А почему? Мы молились и молились. Главный таран – это молитва. Молитва – разговор с Богом. И поэтому, ну, этот говорит, такой-то он больной, едва шевелится, этот сват, фамилия-то сосватает на грех. Ну, только делов-то. Я помолюсь о нем, помяну его имя. А дальше, как Бог положит. Мне не дано убеждать. Господь не сказал, даже перед царями не убеждать, а для свидетельства. Свидетельствовать, что Христос умер за нас. И Христос грядет. Только для этого, а не то, чтобы я убеждал кого-то. Все, наверное, уже кончилось. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Игнать Ихович, мы вот к мирским властям обращались. Нету никаких ответов? Нету никого нигде никак. Это через месяц только может быть. Это определенный срок существует. Если какой вопрос был задан, они должны расследовать, и ошибок, чтобы не было. Тем более, такие серьезные организации, как ФСБ, прокуратура. Интересное выражение у Соломона, говорит. Когда пути человеку угодны Господу, он и врагов его примеряет с ним. Вот в жизни своей я это испытал неоднократно. Самые, кажется, такие высокие начальники. Начальник тюрьмы меня постоянно вызывал на беседу. Сидим, беседуем. Он задает вопросы. А когда он уже умирал, Соломин Александр Семенович, огромного роста такой, и все так по телефону мне звонят. Дорогой мой, родной мой, начальник тюрьмы, следователь у меня был. Он принял полное крещение троекратное, Пичугов Виталий Николаевич. Это Бог делает? Никакой грамоты тебе не хватит. Это понял Андрей Кураев, когда говорит, Стеняев Олег. Необыкновенно, там на меня, говорит, продуктивный, там, полемист, там, аскет. Я никаких этих слов не знаю. Я просто живу, просто живу и радуюсь этой коротенькой жизни. А уж кто будет, вот появилась эта Рахиль, голос подает, казашка. Была там у свидетелей сторожевой башни. Обратилась, приняла крещение. Она там Райхан была, теперь Рахиль. Дочка обратилась. Вот, Руфь. Два внука. И приехала сюда, чтобы увидеть, а то вы умрете, я не встречусь. Сколько в ней любви, мы с ней ходили здесь, как будто бы всю жизнь знали друг друга. Она обратилась через нашу, ну, здесь работаем, ролики смотрела. Мы к митрополиту тут попали. Человек-человеку разница. А другой кол на голове тиши, он ничего не принимает. Богохульник. А она вдруг приехала, расцвела другой национальности. И мы как будто всю жизнь друг друга знали, что сродство в духе. Она здесь. Подай голос, Рахиль. Не слышно. Ну, все, наверное. А вот ты что, про власть это-то, про Романа Малаша речь идет, да? Что про нее, как бы, я так понял. Женя, прости меня, я не понял, что ты сказал. Про власть это, Сергей Пупков задал вам вопрос. Это насчет Романа Малаша, так понимаю, да? Ну, да. Ну, да. Ну, власть они исследуют, не просто так отписываются. Я это хорошо знаю, эти органы. Они очень хорошо работают. Некоторые меня за это осуждают, но у меня опыт. Я в стороне не сидел никогда. Я говорю, Владимир Владимирович, а Путина очень хорошие советники. Я, судя по тому, что он где выступает, я наблюдаю и делаю заключение. Он знать этого не может, но советники вызывают доверие. Это советники ему дают. Где выступить, где встретиться. А дальше это его уже талант. Хорошие у него советники. Это я определенно скажу. А у Порошенко, не знаю, мне это неизвестно. А этот рядом. Давайте помолим. Давайте. Достойно есть я, Калаисину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серавим, Без искления Бога Словородшую, Сущую Богородицу Тебе величаем. Молитесь, Игнаете. Отец наш Небесный, любящий Создатель, мы предстали перед Твоим величием. Благослови нас и сохрани слышанное и Слово Твое в сердцах. Приготовь нас к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, о чем говорили пророки и апостолы. Мы дети Твои, защити нас, Господи. Помоги нам жизнь закончить. В заповедях и в любви, чтобы никто не сказал, что мы жили к постыжению имени Твоего Святого. Хвала Тебе, честь и поклонение за все, наш любящий Создатель, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, отключи, Сережа, нас. Это у нас же выключать негде. Вы на крестик нажмите, покажи. Мне надо выключить, это отключить, вот это вверху. Гвоздок. Зависит. Никита, без тебя ни шагу, никуда. Отключи, пожалуйста. Ой, на какой-то. Сверху вот, а и вику тебе не будет. А если вот так нажать, а потом отсюда делить. Получите? Нажимайте. Это без отказа. Получилось? А ну-ка. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...